Я приветствую в нашем эфире нашего первого гостя. Это журналист и автор книги «Приемник» о Борисе Немцове, Михаил Фишман. Мы с Михаилом давно знакомы, поэтому позволю себе на ты, Миша, привет. Конечно, привет. Миша, прежде чем я задам тебе вопрос, я хочу процитировать заявление Алексея Навального. Сегодня он выступал на суде, на очередном заседании суда по иску к колонии, где он добывает срок. Он сделал заявление о приговоре Владимиру Кармурзе. Я процитирую коротко. Я глубоко возмущен тем приговором, который был сегодня вынесен Владимиру Кармурзе. Он получил 25 лет. Я оцениваю этот приговор как незаконный, бессовестный и просто-напросто фашистский. Миша, ты однажды сказал, что Владимир Кармурза – это политзаключенный номер два. Объясни, пожалуйста, почему ты так считаешь? Ну, когда я это говорил, еще не сидел Яшин. Да, поэтому, наверное, тут, ну, в общем, какое-то странное соревнование с другой стороны, что мы будем мерить, кто номер один, кто номер два. Но, безусловно, Кармурза – один из двух, трех, не знаю, четырех, неважно, главных политических заключенных в России и, соответственно, в мире на самом деле. Потому что главные политические заключенные сегодня сидят в России, ну, еще в Беларуси, пожалуй. Собственно, так бы я ответил. Давай просто поясним для наших зрителей. Ты в своей книге у Бориса Немцова, книгоприемник, для этой книги ты много общался непосредственно с Владимиром Кармурзой, как с одним из ближайших соратников Немцова. Как и с другими политическими заключенными из топ-листа. Да, действительно. Такая вот получилась, конечно, книга. Миша, что самое главное, на твой взгляд, сделал Владимир Кармурза в борьбе с путинским режимом? Какие его... Ну, вот все говорят об акте Магнитского, но на самом деле ведь его политическая карьера значительно больше. Что бы ты выделил? Ну, он шире политик, конечно, чем просто мотор акта Магнитского, хотя в моем представлении, и не я один так считаю, это такое уже общее понимание, именно за акт Магнитского ему сегодня мстят, и 25 лет это месть именно за акт Магнитского. Он шире политик, чем акт Магнитского, он баллотировался на выборах в России, он такой... У него уникальное положение, двоякое уникальное положение в российском политическом, либеральном, демократическом спектре, потому что он, с одной стороны, был таким посредником между двумя, это еще в начале нулевых, в первой половине нулевых, между всегда, ну, по крайней мере, тогда сильно конфликтующими союзом правых сил и Яблоком, то есть Немцовым, Хакамадой, Чубайсом, с одной стороны, и Явлинским. С другой стороны, он был даже рекламный плакат, когда, собственно, Крамурза шел на выборы, где его одновременно поддерживают и Явлинский, и Немцов, что политически тогда было довольно трудно себе представить, потому что у них был конфликт, связанный с выборами, с ценностями и так далее и тому подобное. Такой был довольно длящийся история. То есть, с одной стороны, он принадлежал вот к широком смысле, воплощал чаяния в широком смысле демократического лагеря. Я бы еще сюда прибавил, собственно, советских диссидентов, которых он тоже как бы воплощал в своем лице. Ну, например, собственно, это он, насколько я понимаю, привел на российскую политическую сцену уже во второй половине нулевых Буковского. И потом свел, и до этого еще свел Немцова с Буковским. И Буковский, если вы помните, там он баллотировался в президенты. Была такая идея, это тоже во многом работа Владимира Крамурзы. Это с одной стороны. А с другой стороны, он был посредником между либеральным российским миром, между миром, вот, ну, вот, демократической общественностью, скажем так, и Западом. Потому что он много времени проводил там, он знал западных политиков, он выступал, собственно, за это его и судят. За это ему и вменяется как госизмена, да, если я правильно понимаю. Он выступал на заседаниях, на сессиях, на совещаниях перед депутатами и так далее. И объяснял им суть путинского режима. И, то есть, он с одной стороны был посредником между демократами, а с другой стороны между ними и миром Запада. Да, ты знаешь, мне здесь сразу вспомнилось, как в Европарламенте несколько лет назад еще выступали Алексей Навальный, Илья Яшин, Владимир Милов и Владимир Крамурза было такое там мероприятие. Ты знаешь, у меня одно просто сильное впечатление оттуда, что все там выступали достаточно уверенно, ну, понятно, опытные политики, но Владимир Крамурза просто был там абсолютно как свой и общался с депутатами парламента на чистом французском языке. В общем, это, да, он, конечно, происходит. Я вообще советую всем посмотреть, ну, в Ютьюбе этого довольно много, любое выступление Крамурзы на английском языке, например, которым он владеет как родным, это совершенно потрясающе. Он прирожденный оратор, оратор абсолютно феноменальный, феноменальный, и я не знаю других таких политиков, которые в России, которые вот так умеют говорить, как это умел делать Крамурза. Миша, знаешь, я целый день... Умеют, собственно, почему прошедшее время. Я ровно об этом, я ровно об этом, на самом деле, хочу сказать. У меня весь день, пока я готовлюсь к эфиру, не покидает ощущение, что я целый день читаю какие-то некрологи. Весь Твиттер, весь Фейсбук, все Телеграм-каналы пишут в прошедшем времени. Вот мы сегодня нашим зрителям предлагаем такой опрос на YouTube. Кстати, ставьте лайки, тогда эту трансляцию увидят больше людей. Не забывайте, что лайк не означает ваше согласие с тем, что происходит. Это лишь поддержка независимых журналистов. Так вот, мы нашим зрителям предлагаем вопрос. Что будет, по-вашему, дальше с Владимиром Крамурзой? Обменяют, об этом уже идут разговоры. Отсидит весь срок, не выпустят даже через 25 лет или выйдет раньше? Миша, как считаешь ты? Ну, я скажу, что я думаю, но перед этим по поводу некрологов. Мне кажется, мы неизбежно вскатываемся, вот мы, ну вот те, у кого есть возможность говорить, я бы так сказал, вот в эту, и неправильно, конечно, это ошибка с нашей стороны, вот в эту некрологичность, потому что, что сумел режим сделать? Он не сумел, конечно, их сломать, ни Крамурзу, ни Навального, ни Яшина, ни Гориного, ни остальных, но он сумел заткнуть им рот. То есть они могут по-прежнему, вот в Крамурзе даже закрыли процесс по надуманному абсолютно поводу, чтобы никто не мог видеть, как он выступает с последним словом, и мы его только в распечатках, как во времена советского там СМС-дата, можем теперь с этим последним словом знакомиться. Им заткнули рот, чтобы их не было. Все-таки наша огромная потеря, наша общая потеря вот этого года с лишним войны заключается в том, что мы потеряли голоса наших ведущих оппозиционных политиков. Навального, Яшина, Крамурзы и остальных. Им заткнули рот, им не дают. И на самом деле нам их очень сильно не хватает. Нам очень сильно не хватает их как участников активных политической жизни, как активных участников общественной жизни, как активных участников той борьбы, которая все равно так или иначе подспудно идет. И с этим они справились, режим. Это факт. Сломать их не удалось, но вот заставить их замолчать, да, они что-то говорят посредством Инстаграма, Телеграма и так далее. Но это такая палеоактивная риторика. К сожалению, их мало, к сожалению. И поэтому мы скатываемся вот и начинаем рассуждать про это в прошедшем времени, что нужно запретить себе делать, конечно. Что касается того, что будет дальше, то, ну, конечно, никаких 25 лет не будет. 25 лет – это такая красивая цифра, смысл которой в том, чтобы втоптать его, Крамурзу, и нас вместе с ним в асфальт, в пол, вдавить нас вот этим сталинским сапогом. Вот вес этой цифры должен это сделать. Эта цифра, очевидно, у меня нет никаких сомнений, согласована с Путиным лично, и ему нравится. Это красивая цифра, она заставляет его думать, что вот он тоже такой мощный лидер, каким был Сталин, я в этом убежден. Он вообще на него ориентируется, особенно в последнее время. Ну вот, выиграть войну не получается, но зато 25 лет давать – это он может, это получается сделать. Но их, конечно, не будет, и Крамурзу выйдет до этого, но это не значит, что это будет прямо завтра. Впереди еще долгий путь, тяжелый путь, и давайте пожелаем Володе Крамурзе мужества и стойкости, они ему сейчас понадобятся. Да, я могу только добавить, что при всей закрытости этого суда мы знаем, как Владимир Крамурза отреагировал на его решение. Он сказал «Россия будет свободной, передайте всем». Вот мы по просьбе Владимира Крамурзы это передаем. С нами был Михаил Фишман. И он тоже будет свободный вместе с Россией, безусловно. Михаил Фишман, журналист, автор книги «Приемник». Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте ему лайк, так его увидят еще больше людей. Не забывайте подписаться на канал Ходорковский Лайф и нажать колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok